Знаменитые мосты, маяки, амурский тигр. Уже совсем скоро характерными для Владивостока элементами украсят стены подземного перехода на Светландской. А главным персонажем сюжетной линии стал современный Витязь Владик, названный в честь города. Он предстанет в разных образах в атмосфере Приморья на шести фарфоровых тарелках, которые сейчас расписывает художник Игорь Обухов. Появляется новый персонаж или продолжение той же самой истории. Он переодевается, вместо красных звезд он меняет на звезды морские. Идет морские якоря, стилизация Владивосток под наши мосты. И приобретает образ молодого человека, как и сам город. Общественное пространство преобразится в рамках реализации проекта «Туристский код Владивостока». Кстати, помимо эстетической направляющей барельефов, они будут носить и просветительский характер. Сюжетную линию дополнят интерактивные технологии. На каждую тарелку нанесут QR-коды, и наведя камеру мобильного телефона, можно будет познакомиться с Владиком из истории любимого города. И в смартфоне появится изображение Владика только в телефоне. То есть, как бы он перепрыгнет в смартфон. Там специальная страница, на которой портреты Владика. И более того, Владик разговаривает с игроком. Это как игра. Он рассказывает, комментирует эти портреты и задает загадки. И эти загадки мотивируют изучать эти работы, рассматривать их. Я думаю, что это будет также актуально и для туристов, потому что, если, например, человек не знает про наш герб, например, Владивостока, про достопримечательности, на работах это есть. И вопросы как раз построены, чтобы люди об этом узнавали. Завершить проект планируют до конца этого года. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.